Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, впервые могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Новая мера поддержки, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки. Информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. 1 июля в Самарской области стартует федеральная программа «Акселератор социальных проектов», организованная региональным министерством экономического развития и инвестиций. Обучение поможет провести анализ действующего проекта и определить точки роста, освоить инструменты для сбора информации и оценки социального предприятия, научиться привлекать клиентов и партнеров через грамотные стратегии. Участие бесплатное, но на программу нужно зарегистрироваться, сообщает телеграм-канал городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Телеграм-канал железнодорожного района рассказывает, почему важен летний покос травы в городе. Он обеспечивает безопасность горожан. Чем короче газон, тем меньше вероятность неприятной встречи с клещами. Второй причиной является пыльца. Многие травянистые злаки являются сильным аллергеном. Также не стоит забывать, что регулярный покос обеспечивает пожарную безопасность и защищает от случайных возгораний.